Вот если ехать сюда, то будет на небольшом расстоянии дом-музей, дача-музей композитора Шварца. Но мы не сюда, а вот на Крутой берег. У Ридежа в Северском выпить чаю в красивом месте и продолжить свой путь. Вот здесь мы будем пить чай. Хороший домик, простенький, сящный. Нормальная ограда, сетка грабится, все видно, травы, ничто не уродует вид. Я еще застал это дерево живым вон то. Это было не помню в каком году, в 15-ом наверное. Страшновато немножко, смотри. День жаркий, приятно пахнет, смолы, древесные. А вот уже купаться не хочется. Да и я тут в дождях столько нарезался, среди непогоды, что меня не тянет никак купаться. Нет, положительная жизнь держится, крутится вокруг ритуалов. Пять ложек крепкого чая. Сюда надо, на этот термос. На закуску, как шоколад с карамелью. И никак иначе, только такой ритуал. Ты не упадешь, если мы сейчас на тебя сядем и свесим ноги. Ту-ду-ду-ду-ду. Вот они места Шишкина. Вот здесь он ходил на ютюле. Здесь он брал свои сюжеты. Вспомнил про знаменитые конфеты «Мишки в сосновом бару» или «Мишки в лесу». Обертка к ним сделана была в виде репродукции знаменитой картине Шишкина. Не помню этой истории точно. Но, по-моему, Шишкин в первоначальном варианте просто нарисовал лес без всяких мишек. И кто-то из художников, то ли с его позволения, сам пририсовал этих мишек, то ли как, не помню, то ли ему порекомендовал. Ну, фактически, это была такая дружественная шутка, подсказка. И вдруг такой фурор. Мишки. Давненько не видел эти конфеты. Целы, они еще интересно. Упускают их. Это были культовые конфеты. И вообще культовые изображения. Их немного. Но Мишки – одно из них. Заглянул я все-таки в Википедию. Это стоит прочитать. «Утро с восставом лесу». Картина русских художников. Шишкина и Савицкого. Савицкий написал «Медведей». Но коллекционер Третьяков, ужасный коллекционер Третьяков, коварный, стер его подпись. Так что автором картины часто указывается один Шишкин. Вот. Ну, а дальше вообще фраза вообще чудесная. Картина пользуется популярностью благодаря композиционному включению в пейзажное полотно элементам анималистической сюжетности. Это ж надо такой язык. Вместо того, чтобы сказать, благодаря тому, что на картине изображены мишки, любимые народом, элементы анималистической сюжетности. Бум-бум. История. Предположительно, замысел картины подсказан Шишкину Савицким. Я представляю. Подошел, он похлопал Шишкина по плечу у него на даче, посмотрел на картину, которая стояла где-нибудь там на веранде и сказал. Дружище, что-то у тебя как-то серовато. Дай-ка я тебе мишку нарисую. Так, Савицким, который позже выступил в роли соавтора и изобразил фигуры медвежат. Ну тут по эскизам Шишкина, конечно. По эскизам. Вот. И так далее. Сам Савицкий сообщил родным. Картина продана за 4 тысячи рублей. И я участник в четвертую долю. Ну, тысяча рублей за мишек. Отхватить такую сумму. Пол дачи можно было купить здесь в Северской за эти деньги. Ну, я не знаю. Ну, много что можно было купить. Вот так вот развлекались артисты. Рисовали мишек. Потом зарабатывали себе на поездке в Италию. Хороший сюжетец. Нет, чтобы написать. Мишки попали в самую глубинную сущность народной души. И были всемирно любимы. И попали даже на конфеты. Что говорит просто о бешеной популярности и любви. Анималистическая сюжетность. Вот же ж язык эзопов выработали эти литературные критики. Вот бы их так за язык, да этот, за эзопов. Да как ужалить, чтобы больно было. Чтобы больно было. Писали нормально.